Приветствую вас, я бы сказал, что вы не привыкли доверять себе. Я бы сказал, что вы привыкли следовать каким-то определенным моментом, я бы сказал, что вы привыкли действовать как-то по определенной схеме, по определенному сценарию, по определенной стратегии, вот, но вы не привыкли доверять сами себе. И вот это то, что вы не привыкли доверять сами себе, и является по сути самой серьезной проблемой. Ага, значит, для вас, поэтому нужно в первую очередь учиться доверять себе. То есть, где вы, где действительно ваше желание, где не ваше стремление, где не ваше стремление, где то, чего хотите вы, и где то, чего вы не хотите. знаете, какая история. То есть, здесь нужно именно учиться доверять себе. И поэтому, смотрите, желание быстро пропадает. Сегодня хотел одного, а завтра уже не хочу. Значит, это не вы хотели. Пример. Нет, твоя работа надоела, хочется чего-то новенького. Зачем? Для чего? Новенького с какой целью вы хотите? Новенького, чтобы что вы хотите? Это нужно выявлять. То есть, если вы что-то делаете, то зачем вы это что-то делаете? Понимаете? Если вы что-то меняете, то опять же, с какой целью? Какие у вас ожидания? Какие у вас стремления? Какие у вас намерения? В конце концов. Понимаете? То есть, нужно выделять для себя цели конечные. И, как я уже сказал, значит, прислушиваться к себе, к своим чувствам. На мой взгляд, на мой взгляд, ключевой момент в том, что вы игнорируете, значит, саму себя и не принимаете в себе какие-то моменты, не принимаете в себе какие-то вещи. Не принимаете в себе свои черты, части своей личности. Вот. На мой взгляд, это ключевой аспект. И именно он и мешает вам понять, чего вы хотите. Вот. Так же, я полагаю, что может быть, имеет место быть у вас сомнения в себе, неуверенность. И стремление не к тому, чего хотите вы, а к всему-то другому. То есть, вы можете думать, что вы хотите одного с чего-то, а в действительности вы хотите совсем другого. Ну вот, так, по крайней мере, это видится мне. То есть, непостоянство в желаниях, грубо говоря, эмоциональные качели, да, это результат следствия низкого эмоционального интеллекта у вас. И у него, у этого низкого эмоционального интеллекта есть свои причины. То есть, 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 скажем так, ну, показатели, да, есть какие-то, есть какие-то условия. Именно условия, понимаете, эм, которые сделали возможным этот низкий уровень интеллекта. Его нужно повышать, а для этого, для этого, я рекомендую вам для начала практику по гестарт-терапии Перлзе. Там есть упражнения, которые помогут вам разобраться в себе, в том, что вы чувствуете, в том, чего вам хочется, где вы, где не вы. Вот. Ну, и если, соответственно, процесс пойдет, то уже дальше вы сможете работать либо с психологом, да, либо самостоятельно в этом направлении. Если же получаться у вас не будет, то в таком случае вам необходимо обратиться к психологу, потому что, ну, самостоятельно вы справиться не сможете. Вот. И что мне еще видится у вас, это то, что вы довольно такой, знаете, противоречивый человек. То есть, противоречивый именно то, что нет единой какой-то позиции у вас. Противоречие – это конфликты. Это своего рода должностование. То есть, я должна, как бы, говорить вы себе. А чего должны-то в действительности? По факту, чего должны? Кому должны, например? Важный вопрос. Важный. Кому должны, если должны? Как то, что вы должны, соотносится с тем, чего вы хотите для себя? Не вредит ли вам то, что вы должны, ну, кому-то? Если вредит, то чем? В чем? Почему позволяете этому происходить? Вот именно в этих направлениях постарайтесь поразмыслить сейчас. Я полагаю, что тогда будет несколько более легче вам видеть причины своего состояния. Потому что я могу представить, насколько сложно жить вот в таком положении, да? В такой ситуации, когда чего-то хочешь, да? И абсолютно не получается реализовать постоянно какие-то проблемы, постоянно какие-то противоречия и так далее. Я понимаю, насколько вам тяжело. Вот. Нужно искать себя. Нужно искать, доверять себя. Себе, точнее. Вот. Если вы этого не сделаете, да, если вы не откроете себе себя, то так вот и будет с вами происходить. Такая ситуация будет с вами происходить все время. Вот. Можно порекомендовать вам, например, знаете, как вот, ну там это вот в практике, в практикуме будет, значит, например, побыть наедине с собой, поприслушиваться к своим чувствам. Где ваши чувства, где не ваши. Подумать, что принадлежит вам. Подумать, чем вы руководствуетесь при осуществлении, реализации выбора. Чем руководствуетесь? Есть ли что-то, какие-то критерии, которые определяют то, чем вы руководствуетесь? Ну, именно вот, именно при реализации вам выбора. Подумайте об этом. Это будет сложно по началу. Вот. Возможно, сложнее, чем, ну, например, вам хотелось бы. Но, если начать, то, на мой взгляд, вы очень быстренько откроете для себя новый мир. Это мир ваших чувств, мир ваших ощущений. И можете лучше себя чувствовать. Вот. Вообще, подобное, подобное вот, подобное состояние, да, это результат так называемого сценария без чувств. Когда человека, грубо говоря, стимулируют к тому, чтобы он игнорировал свои эмоции, игнорировал свои чувства. Если вы окунете в свое прошлое, что можно сделать через возрастную регрессию, например. Ну, скорее всего, вы увидите там, что вам был запрет, гласный, либо не гласный запрет, слушать свои эмоции, слушать свои чувства. Вот. Вы увидите это и, на мой взгляд, ээм… Вот данный момент… То есть, если вы сможете отследить. Когда именно произошло вот это, то есть произошел запрет на свои чувства, если вы отследите это, то с данного момента может вполне себе начаться ваше новое, так сказать, движение по жизни, ну так, по крайней мере, это видится мне, по крайней мере, так мне это представляется. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, обязательно ознакомьтесь с книгой, которую я порекомендовал, и значит, если у вас появилось ощущение, что мой ответ был полезен вам, буду благодарен, если сделаете его лучшим, оценить мой труд. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.